всем привет с вами канал я и пит мы сегодня стариком вышли на тренировочку в лес сейчас пойдем позанимаемся заодно будем с вами разговаривать сегодня проведем тренировку по перетягиванию шины вот на улице в принципе сейчас тепло утро посмотрим как мы сегодня вытягаем уже пару недель не тянули хороший вес поэтому будем смотреть следить я с собой водичку дабы где-то попить была возможность пока там дойдем до родников ну и соответственно сегодня будем смотреть и показывать смотреть что у тора в тренировке как он вообще себя показывает что что вообще сегодня будет после такого затяжного перерыва по тяжелым весам на и соответственно вы будете все это наблюдать вот как-то так ребят идем дальше и одеваемся потом шлейку и начинаем заниматься все ребята нацепили шлейку подцепили покрышку и идем заниматься идем заниматься по нашему лесу тортишь и не спеши рядом его сейчас пойдем пойдем все по дорожке вернемся пройдемся туда как обычно мы ходим двигаемся вот входим к родникам от родников соответственно там отдохнем попьем воды и обратно придем принесем покрышку дабы не оставлять ее в лесу а вот на площадке где мы всегда берем там и оставляем что же касается ребята вот выставки которая прошла на днях субботу да все хорошо все мне понравилось единственные моменты это которые были они касались самого асфальтного покрытия как вы все уже и заметили что асфальтное покрытие для собак это вообще беда теперь следующие подготовки какие у нас будут что дальше хотелось бы сказать один из моментов на ближайшее время сейчас там в августе будет так называемая высков кубок витебщины то есть выставка витебске не знаю не особо есть желание ехать витебск потому что долгая дорога съездить вот на такую выставку как сейчас в минске не факт в том что она будет именно так проводиться опять же имейте это ввиду что она может быть хуже сама по себе тор не спеши вот поэтому идем 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 малыш поэтому надо следить вообще за тем что будут писать в чате по поводу этой выставки и соответственно уже потом решать поедем не поедем наверно не поедем последующая выставка касаемо территории беларуси это в октябре получается будет выставка две международные и и и и и и одна монопородная по количеству по большему количеству заявок но как я вам говорил уже в предыдущем видео о том что скорее всего это будет монопородная питов по крайней мере так директор клуба обещал так что посмотрим подождем что же касается следующего выставки потом будут в декабре еще в минске 2 вот на них мы съездим рождественские встречи называются съездим и закроем год также хотелось бы до выставки в октябре сентябре выставка в москве должна быть скоро вская да не кушная хотелось бы туда попасть вот может быть сентябре попаду на выставку посмотрим как мы соберемся но подготавливаться так иначе поддерживать свою форму надо идем-идем уж что же касается скажу вам по поводу прыжков вот мы попрыгали у олеси первый раз когда торт прыгал стенку это было почти два года назад вот он прыгал хорошо он понимал что от него требуется или там первый прыжок или там 2 и 7 2 и 9 был это вообще типа показатель очень хорош но так как нам негде тренировать то есть максимум что мы с ним тренируем в черте города это барьер и без опорных застрял молодец вот соответственно барьеры без опорных у нас хорошо идут мы попрыгали без опорных берет высоту то есть там можно было выше ставить пружину он уже под уставший был просто там случилось так что пружина уже было натянута кверху максимум по тросу по канату соответственно но уже как бы не имеет не было смысла из-за того что тор под уставший что-то придумывать типа выше ставить решил что нет давай попробуем барьер барьер ставили палочки он спокойно перепрыгивал друг на последнем уже подходах получается поставили палочку тор начал из-за того что прыгнул в первый раз получается там с последней палкой с высотой он зацепился я естественно это не подкрепил и подкреплять такое не надо если собака нарушает какое-то положение вещей то это подкреплять не нужно только пойдем 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 имейте ввиду это что если вы хотите чтобы собака чисто прыгала без затрагивания палок затрагивания барьера там еще чего-либо вы не должны это подкреплять вот плюс жарком было да там что касается то есть тоже кукуха плывет в этот момент собаки но это надо с этим надо работать надо работать и просто все эти прыжки делать не на жире вот что же касается вот барьера мы прыгнули его хорошо друг уже говорит все типа не прыгает еще пошли я говорю нет пока он не перепрыгнет я не остановлюсь я дождался чтобы он перепрыгнул у него не было было несколько попыток наверное две или три попытки она сделала и они были плохие на четвертую попытку или на 5 точные под он прыгнул как надо еще меня это удовлетворило я его поощрил вознаградил гулять вот и все было хорошо просто ситуация в том что он спокойно он перепрыгивал просто не успел сгруппироваться задние лапы и задними лапами затронул палку из чего из-за чего она слетела поэтому вопросов нет в прыжках с этим скажем так видите насобирали уже иголок идем-идем то соответственно утяжеляем наш вес динамичная тренировочка теперь к вопросу о стене вот будет конец месяца июля я посмотрю что там будет у меня по деньгам по зарплате вот чтобы соответственно чтобы соответственно купить материалы сделать вот с алексей разговаривал она говорит можно найти там условно что-то попроще вот как она говорит мы стенку типа нашли там две двери ну типа сбили их ковер пластили или потом резину я говорю ну да это конечно хорошо вопросов нет но я лично за качество ну то есть я ничего не скажу что или если плохая стенка или что нет стенку не хорошие даже очень ну просто я если уже делать то делать уже раз и навсегда то бишь соответственно купить металл порезать сварить из металла там либо швеллеры купить либо уголок какой-либо профиль металлический из него соответственно все это сделать скомпоновать вот ну соответственно уже на века это будет постройка потому что дальнейшем я не собирается отказываться от породы питбуль поэтому стоит заколебали эти комары долбаные швы все подохли вот соответственно надо что-то думать и решать но это бы говорю будет ближе к концу месяца видно понятно когда буду понимать что по деньгам у меня тора спустил с поводка и идем дальше двигаемся идиди вперед все тянет спокойно слушает меня сейчас голова у него не перенапряжена да слушает слышит самое главное меня стой рядом как видите спокойно собака не жарко ничего кукуха не плывет ей не надо так спешить рядом и спокойно слышит команду выполнять все иди поэтому всегда выбирайте правильное время тренировок для собак чтобы собаки не было в первую очередь дискомфортно вот комфорт хорошая температура сегодня что-то там порядком 17-19 градусов идем спокойно занимаемся не жарко особо сильно собака не устает опять же гуляем в лесу они где-то там в городе по асфальту соответственно собаки проще справляться с внешними примите климатическими условиями пока мы тут стором гуляем по лесу вот такие вот ягодки находим будешь еще ты больше травку покушаешь черничную но ешь ешь муж такого черничка ребята который больше травку поесть на самом деле ребят все что касается леса пойдем не спеши опасно кушать поэтому ребят если вы не хотите очутиться у белого господина так называемого ягоду лучше не есть крайне мере вот прям в лесу собрали пришли домой помыли и потом поели иди вперед иди-иди-иди давай-давай двигайся вперед пошел молодец вперед хорошо хоть супер пошли 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 вперед умничка умничка молодец давай 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 пойдем пойдем всегда когда ходите в лесу будьте на чеку стоп подпускайте собаку уходить с дорожки потому что водится змеи вы прекрасно понимаете и вы должны понимать что со змеями вообще все очень плачевно может произойти для собаки идем не спеши рядом нацеплял мусор сейчас отличная погода отличное время чтобы заниматься комаров почти нет то что нужно не спеши стоп рядом хорошо рядом молодец умничка хорошо кто-то оставил ориентир на дереве дабы не заплутать или снял чтобы его леший отпустил из леса уже скоро дойдем до родников там перевал небольшой отдохнем и пойдем обратно короче пока шли вот такую вот фигню нашли мертвую под названием крот если что это не мы убили мы вообще не убийцы это все сказки про собак убийцы мы собаки занимать занимаемся подходим ближе к родникам стоп стоп хорошо это может быть стой возьму на поводок и соответственно пойдем уже ближе к родникам на поводке мало ли там собаки и все что какие-нибудь неадекватные заодно сейчас зайдем на дачу соберу огурцов зайду соберу огурцов и пойду потом домой пойдем по пути закинем покрышку соответственно будем отдыхать попили воды идем на дачу люди как всегда удивляются потому что видят особенно те которые уже более в возрасте сил хватает о для чего носит для тяжести для тренировок вот так люди встречают хотя на самом деле это еще более-менее адекватные комментарии к происходящему мы на дачу сейчас отцеплю крышечку еще тут руку не совсем удобно снимать карабин торик отдыхает такая вот у нас дача так называемый сарайки по гаражу домик участок сейчас пойду за огурчиками хорошо молодец оставил его и чтобы не было вот этого скулежа сейчас с ним разговариваю успокаиваю его и в это время собираю огурчики уже вот несколько штук собрал такие маленькие свеженькие свои собственные огурчики все не будут он тем временем травку кушает отдыхаем пьем водичку огурчики собрал их было немного что родители пару дней назад собирали сейчас все соответственно упакую сниму шлейку уже без шлейки пойдем отдыхать покрышку короче решил оставить здесь следующий раз придем сюда на дачу в сторону и уже отсюда с покрышкой пойдем то есть наоборот чуть-чуть тренировочку поменяем можно сейчас типа пойти отдохнуть сейчас отдохнуть да и пойти с покрышкой но вижу по тору что он немного подустал не прям сильно но подустал поэтому оставлю здесь покрышку и следующий раз уже и занесем на место и сильно все вышли мы с дачи пойдем как есть всегда через лесок вернемся сейчас домой покормлю тора и будем отдыхать точнее он будет отдыхать а я собираться в зал у нас сегодня дела таки правильное было решение оставить покрышку еще восстанавливается дышит тяжело поэтому ну то что там супер тяжело но дышит заметно как он еще не восстановился все таки солнышко начало больше светить и соответственно больше тепла собаки естественно некомфортно вот поэтому в следующий раз наверное еще раньше пойдем заниматься чем наше сегодняшнее путешествие и тренировочку порция еды для тора можно основа куриной грудки микс из мяса субпродуктов и морковочки жопка кушай